Хочу сказать, что хакатоны в стране видели, знаете, многие, если я видел, наверное, в разных хакатонах. Финтек хакатон проводится в этой стране, насколько я понимаю, первый раз. Мы на сайте видели, озвучили все, ну, такие шесть основных вид тематик. Поэтому сейчас, ну, это первый хакатон, он может быть пойдет как первый блинком, потому что не знаем, в какой большей отрасли везде работает. Мы организовали, попробовали Финтек неделю, посмотрели на Дубай, на Токио. Она у нас более так мяненько прошла, поменьше немножко, но она прошла. То есть, соответственно, теперь мы понимаем, что Финтек все-таки есть, не только у самого большого банка с зеленым квадратиком, а вообще, по сути, он в стране присутствует. Вот. Поэтому, завершая вот эту неделю этим хакатоном, вот, мы думаем, что вы все докажете, что помимо того, что он уже есть, можно придумать еще более новые интересные вещи, покажите свои проекты, вот, и сделайте какие-то интересные вещи. Я сейчас представлю, кто у нас будет и менторы, и жюри. Вот. Основная часть жюри будет в воскресенье на питчинге уже готовых, или прототипов, или идей, которые как-то прессуете, потому что некоторые с самолета, некоторые там еще сегодня не прилетели. Поэтому сегодня по криптовалютам, по биткоину, есть у нас в зале Емельяненко Тарас, он сейчас скажет что-то? Да. Коротко. У него можете взять, кто будет по криптовалютам работать, кей для API, и у них есть тестовые биткоины, они их раздадут. Вот. И с ним еще Сергей, вот, он будет оценку идей, новизны делать и концептуальности. Вот они как-то вдвоем. Добрый день. Я представляю компанию Blockchain.info как амбасадор, скажем так. То есть я там не работаю, я просто больше как консультант. И я буду консультировать команды по использованию API. У меня есть на связи, в принципе, пара ключевых разработчиков от Blockchain.info, то есть которые делают этот API. Мы в любой момент можем вам позвонить, если что. Если я не смогу ответить на какие-то вопросы, то тогда они смогут ответить на эти вопросы. Плюс ко всему у меня есть ключи API, то есть там есть ограниченное число, ну, в бесплатном использовании там ограниченное число запросов, у меня ключи безнаметные, то есть я командам раздам для использования эти безнаметные ключи, могут использоваться. Плюс ко всему прочему, команды для экспериментов получают по 5 долларов в биткоинах, каждая команда получает на счет, если они планируют использовать Blockchain.info API в проекте. И в конце прокатона у нас будет свой приз от имени Blockchain.info. Мы его вручим самому интересному проекту, который будет использовать Blockchain.info API в своих работе. Спасибо. Так, тогда еще по криптовалютам. Павел Кравченко здесь. Ребята зарядили в этом году там на целый год мероприятий каждый месяц. То есть я на них смотрю, даже не забываю, просто вот посещали. Скажи что-нибудь. Всем привет. Я представляю компанию Distributed Lab, основателем которой я являюсь. Мы действительно проводим кучу мероприятий по Blockchain, по криптовалютам и биткоину. В этом году уже было три, не считая метапов, три конференции. Причем странно, с одной стороны, Blockchain технологии часто входят в FinTech, но, допустим, Blockchain конференции собирают сотни людей каждый раз, вот каждые два месяца. То есть мы должны как-то объединять. Теперь FinTech должен выйти уже наконец-то. В Blockchain, да. Может быть. Собственно, Hackathon. Мы проводили Hackathon уже по Blockchain, по биткоину. В этот раз у нас, получается, есть направление. Есть Blockchain.info международная компания, она самый крупный кишелек в мире. У нас спонсор конференции был, то есть это очень круто. Что касается проектов, от нас есть API аукциона, децентрализованного, который в Украине запускается. Если вы хотите использовать, обращайтесь ко мне. Этот проект намерен изменить то, как будет торговаться вообще госсобственность в Украине. Сейчас это прозорый, вы знаете, что это достаточно инновационный проект, но это следующий уровень аукционов, который полностью не подвержен коррупции. За счет того, что государство вообще не может контролировать. Есть API, который мы представляем. Опять же, полностью open source. Можно строить торговые площадки поверх и вообще всякого рода приложений. Потому что это практически это сеть бирж, которые могут торговать чем угодно. Ну, а команды с организаторов, хочу сказать, классно видеть вас здесь. Акатоны всегда приносят что-то новенькое, сближают людей, как-то дают поток идей. Опять же, я лично буду помогать командам по вопросам децентрализации, архитектуры, криптовалют. И, ну, то есть любые криптографии, новая специальная криптография. Будет еще несколько разработчиков, которые тоже могут брейнштормить и реально проектировать, и даже где-то писать код. Я уже знаю, с какими командами я буду работать плотно. Они уже здесь. Так что, всем удачи. Павел, по-моему, еще один продукт был разработан на Хакатоне. Наш первый продукт был разработан. А, да, кстати, вот год назад, кстати, первый продукт нашей компании, именно продукт, был разработан на Хакатоне в Сингапуре. Мы были втроем. Вот я, Лиля, еще Владимир, он скоро подойдет, когда проснется. И с тех пор мы строим этот продукт уже в компании. То есть это реально крутой способ что-то сделать. Для меня Хакатоне это как, я сажусь и погружаюсь в какую-то задачу. В прошлый раз я за 10 часов, ну, Хакатона, там с утра до вечера, написал статью на 10 страниц. С тех пор там текст поменялся только на парочку. Спасибо. Мне нравится, в принципе, я с Хакатоном познакомился с, наверное, 2008 году. С таким форматом. 908 студия делала такие хакерсы. Хакерс энд фаундер, если кто их знает, они сейчас роботом делают финансово. Сегодня есть кто у роботов финансово пришел делать? Нет? Есть кто-то, да? Вот, ну, интересная очень вещь такая, которые сами все платят, за на спицы покупают, это когда надо. После обеда еще чуть-чуть отнимем ваше время и озвучим ребят, которые будут помогать МЕНТО. Этим тоже можно будет обращаться, они позже подойдут из финансового сектора. Вот, а сейчас дальше, 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 дальше. За стенкой находится инкубатор 1991, кто не знает. У ребят начинается второй этап инкубации через неделю. Вот, и они сказали, что если команды будут сильные, красивые и интересные, в общем, они могут взять. Это их приз такой будет. Я думаю, Виктор сам скажет. Давай, сейчас скажем. Ты на самом деле уже все сказал, что я хотел сказать. Да, всем привет. Меня зовут Виктор, я представляю инкубатор 1991. Возможно, кто-то из вас уже слышал о том, что такое существует. Пару слов скажу о том, что мы делаем. Мы в 2012 году сделали первый катон на тему взаимодействия граждан и государства. И поняли, что такие вот сервисы на эту тему, они невозможны без наличия государственных данных. И с тех пор мы занимаемся всеми процессами в Украине, связанными с открытием государства их данных. И это в том числе, это касается, на самом деле, всех сфер от агропромышленности до инфраструктуры. И в том числе это охватывает и финансовый сектор. В чем суть? Суть в том, что ежедневно человечество производит примерно 2,5 триллиона гигабайт. Вот так вот как-то цифра там звучит. Данных. И большинство из этих данных на сегодняшний день они остаются без внимания. Но если брать эти данные и их интерпретировать, то в ключевые индустрии экономики можно внедрять такую вещь, как Data-Driven Decision Making. Что означает, что используя какую-то интерпретацию данных, конечный потребитель может принимать решения на базе этих интерпретаций. Вот. И говоря о финансовом секторе, это, могу сказать, что это является сейчас одним из приоритетов перспективы, где-то примерно годичной. Вот. И мы бы очень хотели взять стартап, который использует классную финансовую Data и очень классно ее интерпретируют, и взять таких ребят к нам на двухмесячную инкубацию. Вот. Подробнее в инкубаторе можно будет спросить у меня лично, посмотреть на сайте, там, 1991.fc. Ну и в целом желаю всем удачи. Значит, в Хакатон дело непростое, поэтому постарайтесь ночью чуть-чуть поспать. Очень классно. Про данные я сказал. Сейчас данные получается как уликистый газ приблизительно. То есть людей становилось больше, мы дышали больше и планету загрязнили. Сейчас пытаемся ее очищать. И данных все больше и больше генерируем. Теперь нужно хорошие проекты, которые будут эти гигантские массивы данных отфильтровывать в хорошие. А еще говорят, что data is the new oil. О, правильно. То есть команды, которые сформируются и хотят получить такие хорошие инъекции, смысловой нагрузки, что-то, что-то продлили свой проект дальше. То есть это вот первое. Можно будет попасть в инкубатор, если ребята выберут. Второе. Есть у нас буквально, буквально вот предоткрытие новое такое, новое нерабочее место. Сейчас есть представители тут, которые тоже подарят приз команде на срок определенный. Так, что там. Короче, можно будет команде сесть в виде приза. Там бесплатно. Можете, ребята, сами об этом сказать. Вячеслав и Руслан. Вот они как раз скажут. Про свой приз. Всем привет. Мы основатели каворкинга «Нерабочее место». Пару слов о нас. То есть мы вот-вот-вот открываемся. Мы находимся рядом с ВДНХ. Выход из метро в выставочный центр. Новый такой стеклянный бизнес-центр на 14-м этаже с потрясающим видом. В общем, все, кто там рядом или не рядом, приходите к нам, посмотрите. По поводу приза. Мы даем 4-местный кластер на 3 месяца. Это для той команды, которая будет в числе победителя. Да, или победителя. Как организатора. Хочу от себя также добавить, что вы все молодцы, что там утром рано в субботу пришли. Вы, в принципе, уже практически победили себя в какой-то степени. Желаю всем победы. Ну и развития отрасли финтек. Очень приятно, когда начинается новый бизнес. Мы тоже начинаем. И Хакатон предлагает создать команду и двигаться дальше. И мы приглашаем всех в наше нерабочее место, чтобы там не только создавать, но и отдыхать, и двигаться дальше. Спасибо. У ребят есть партнер, Владимир Щупак. Он здесь находится. Этот человек перешел из зоны бизнеса туристического, переходит сейчас в финтек. К нему, если вам нужна будет какая-то бизнес-модель, я думаю, он может рассказать, как строится бизнес. Потому что, по-моему, в бизнесе все одинаково. В любую отрасль, ну просто есть только специфика. Так что можете к нему обращаться. Вот он, кому не видно, поднимите руку, пожалуйста. Все, Владимир, можете к нему подходить. Так, дальше. Можно, можно будет запартнериться с нашим генеральным американским спонсором. Они не смогли прилететь с Америки. Сорганизатор Михаил Бековский от них сейчас нам привет быстро передаст. Вот это они крутятся. Кто хочет в Америку, я думаю, стоит концентрироваться на них. Да, всем привет. Меня зовут Михаил. Я представляю украинский венчурный хаб. И в данный момент нашего генерального спонсора – компанию FinTech Hub Global. Это международный финтек-инкубатор с офисом в Сан-Франциско, Калифорнии и во многих других странах, который реализует самые интересные проекты, превращает их в успешные бизнесы и открывает офис в Киеве. И приглашает всех участников зарегистрироваться, вот там на ипадике есть форма у них, оставить свои контактные данные. Это даст возможность вам участвовать в самых интересных проектах, путешествовать и работать в офисах компаний в Америке, в Англии, в Китае, Японии и Испании. Также развивать собственную компанию, так как каждый сотрудник получает опцион и возможность релокации в офисы компании. Поэтому просим всех регистрироваться на их айпадике и с вами будут представители компании связываться. Присоединяйтесь к одному из лидеров финтек-отрасли УМИ. Все, спасибо. Так, если у кого-то уже совсем серьезные проекты, есть здесь в зале Юрий Лесничий, представитель Института анализа и прогнозования. Вот поднимите руку, пожалуйста. Это если вам уже надо продвигать на уровне Петкуба вот таких стартапов, то есть это вот к этому человеку можно обращаться. Они полностью по продвижению маркетинга в телевизор могут помочь. И еще за эти два дня вы можете обратиться к нашим партнерам, школа профессионального коучинга. Здесь Александр от Украины, есть Томаш Кук. Они смогут сделать вам коуч прямо здесь во время хакатона и в виде приза тоже. Вот они сейчас скажут, что такое коуч. Всем привет. Меня зовут Саша. Я представляю школу профессионального коучинга. Вообще жизнь такова, что не все стартапы доходят до финиша, становятся успешными, вообще становятся жизнеспособными. Есть нечто, что кроме качества идей и продукта, помогает им, в общем-то, выйти на коммерческую привлекательность. Первый элемент, когда вы должны или вам нужно будет показать привлекательность вашей идеи, это продать ее нашему жюри. И тут, скорее всего, нужно говорить не только о характеристиках вашей идеи, вашего продукта, а сделать что-то, что принято называть «холикоптер-бью». То есть показать, чем идет цена, кто ваш клиент, какие вопросы клиента решаются, когда вы или как вы можете выйти на какие-то коммерческие штуки и так далее. Наша школа профессионального коучинга занимается тем, что является необходимым элементом преинкубации, инкубации, даже акселерации. То есть она помогает командам выйти на совершенно иной результат. И мы сегодня и завтра тоже с вами вместе поработаем с каждой командой над этими вопросами. И я хотела бы вам представить наш международный партнер Томаш Кук, аккредитованный коучер Международной Федерации Коучинга, который тоже вам со словами приветствия сделает какие-то важные предложения. Я надеюсь. Добрый день. Мне очень, очень приятно видеть вас, встретить вас. На протяжении трех лет я работаю со студентами, с молодыми людьми, которые тоже занимаются стартапами и пробуют начать собственный бизнес. И обсуждаю такое явление, такой процесс, что одни группы осуществляют успех, а другие, нистетки, не. И я имела возможность на протяжении трех лет наблюдать такую ситуацию, что кому-то удается, кому-то не очень. През три года работаю с ними над тем, чтобы сразумели, как использовать потенциал группы и потенциал каждого dokładного участника. И что заключается в том, что я помогаю командам, член команды, осознать потенциал каждого, понять, какую ценность приносит каждый из них и таким образом выйти на синергию команды. И у меня есть такая надежда, что я смогу со своей экспертизой помочь в данном случае вам стать лучше или выйти на другие результаты, показать себя с лучшей стороны. Я уже не буду задерживать вас, держал вас. Я уже очень сильно вас задержал, поэтому... Зачинайте. Нет, подождите. Я еще хочу сказать, что школа профессионального коучинга одному из победителей дарит профессиональное коучинговое сопровождение команды. Это будет пять стратегических сессий по ключевым вопросам развития вашей бизнес-идеи от аккредитованных коучинговой Международной Федерации коучинга. Так что не стесняемся, обращаемся. Сегодня, кого озвучил эксперта, подходим. Просто все открыты для вас сегодня и завтра. И вообще, наверное, эта жизнь открыта для тех, кто стучится в дверь. Поэтому, я думаю, все, надо начинать, потому что мозг уже должен был созреть. Уже все услышали. Так, я понял, одна команда сбитая целиком пришла уже. Есть еще люди, которые пришли командами или представители команд, у которых бэк-офис остался дома и будет работать? Есть такие? Подымай, подымай, я знаю, у тебя команда. Так, значит, две команды у нас, а остальные как бы фрилансеры, да? Так, смотрите, тогда пойдем по формату, как делают обычно на аккде от гугла. Сейчас вы все пришли с идеями, либо если нет идеи, вы только что услышали в этом отрасли, что можно. Можете зайти на сайт и посмотреть, что хотите делать. Сейчас возьмем листики, каждый напишет ту идею, не считая команд. Команды, я так понимаю, реализуют какую-то новую фичу за эти два дня. Правильно? Новый проект, зачем новый? Ну, о, абсолютно прикольно. Значит, новый проект. Значит, команды тоже озвучивают, нужно ли им кто-то команду. Может быть, они хантят людей. Вот, все остальные возьмите вот тут листите, ручки, напишите, как это делается. Пишите проект, какой вы хотите реализовать, и устроим такое быстренько. Каждый должен себе собрать команду. Команда может быть одного человека или из 100, без разницы. И через 15 минут, я думаю, хватит нам, или 20, давайте в 11, через 15 минут, в 11.05, все вы тут, те, кто сформирует команду из себя одного, спек-офисом, дома или здесь, озвучите, мы запишем сегодня, кто что за эти дни хочет реализовать, и начнем этот хакатон. Готовы? Да. Всем желаю удачи. Листики, идеи, и ходим, собираем команды. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Крупдата. Биткоин позволяет им, во-первых, уменьшить затраты на переводы средств, плюс в некоторых странах уже довольно активно поддерживаются оплаты с помощью биткоинов, и с помощью этого мы получим довольно неплохой инструмент для общего управления средствами пользователей довольно легко и быстро. То есть на базе соцсети бота создаем? Да, создаем бота, который делает… Развание есть? Ну, будет CoinDrive. Как CoinDrive пишет? Coin… Да. Кто вам нужен? У вас команда стеклян, что вам не понравится. Да. Дизайнер, только маркетологи, бизнесмены и деньги. Нет, нам нужен Python-разработчик или PHP или Python, то есть это те языки, которые поддерживают те API, которые мы бы планировали использовать, которые помогут нам быстро синтегрироваться между Telegram и Bitcoin Wallet. Рабочую модель, да? Позадим уже по камеру, да? Я очень хочу. Все, спасибо. Удачи, желаю. А, еще да? Это у нас просто… Близкие проекты, поэтому мы решили вместе, как бы мы пообщались. То есть, в принципе, начальник проекта назывался «Антепродуктивный штаб ЖУС-ЖУС». Отдельный проект? Ну, пока отдельный, а потом что объединится, значит, еще решаем. Собственно, как бы, в чем смысл, как бы, это уже существующий проект, в котором бы хотелось добавить немного пички, в том числе, вот, что Станислав говорил, по сути, такое совместное, совместные финансы. То есть, как бы, вот, сейчас то, что проект есть «Антепродуктивный штаб», он фактически контролирует финансовые затраты на ремонт строения, как бы, домов и так далее. То есть, что, собственно, мы хотели бы добавить сюда? Возможность оперативного облачения информации. Поэтому, как бы, хотел бы общаться с Виктором Гурским по поводу того, чтобы, возможно, как бы это превратить в «Опен-дата», то есть, по операционному бюджету. Ну, соответственно, та же задача, возможно, в проекте включим, как-то, что такое совместное передавание, то есть, когда люди, ну, жители дома смогут совместно финансировать какие-то, ремонт каких-то частей дома. Вот, собственно, вот поэтому, как бы, тут пересечение со Станиславом, как бы, возможно, мы что-то будем делать вместе, как бы, просто еще надо вот посредить с метрами, будем делать как один, например, или как один, не знаю. То есть, нужно специалисты по финансам API, то есть, которые, так же, можно было подключить, как бы, людей к, ну, совместному шагу, вот такое. Ну, патриенты-разработчики, так же, просто, конкретно, как бы, я не знаю, ну, ПИС, тоже, наверное, ПИС, скорее всего, вот. Ну, финансы, государство, как бы, вот, как бы, сейчас, глава вот этого проекта, она сейчас болеет, вот, она, возможно, выйдет, ну, не знаю, то есть специалисты по волонтерам, я не знаю, возможно, что-то такое, или просто волонтерам. Так, кто следующий? Так, пока выходит следующая команда. У всех есть друзья-программисты. Смотрите, у нас тут начинают уже, я думаю, не факты бэкэнда, так что можете звонить друзьям, и кто хочет поучаствовать в этих проектах, даже другие команды, перекидывайте контакты, может, кто-то дома, там, в Мариуполе сейчас что-нибудь находит, то есть, это нормальная практика. Давайте следующая команда. Не тяните руку, идите берите микрофон. А, ну, все, следующую. Добрый день, меня зовут Олег, я тут, в принципе, со своим товарищем Андреем, но он зидеев. Вот, если просто начать с назвы команды, значит, коротко, ну, точнее проектов проектов. Ну, назвы проектов. Бентинги – Export-Import Solutions for Treasury Operations. Ну, sorry, Vice B2B ужас. Давайте, я впевненіше спробую розповісти. Я діючий казначей одной из компаний Украины. З початку року у меня было валютных операцій на 5 млн евро, и я собираюсь еще закрити 10 млн до конца года. И компании мают, моих коллег в комьюнити, та самая проблема. Вони мают вхидный поток, потому что вы вихидный, они мают планировать ликвидность, cash flow, и они мают банковские инструменты, которые могут минимизировать трансферную цину. Вот, мы хотели сделать этот продукт, который может моделировать эти вихидные операции и рассчитывать трансферную цину и риски, связанные с экспертными и экспертными операциями. Мета наша – мы хотим за эти два дня досягнуть, домалювать концепт, чтобы он был понимаемым для инвесторов или для инвесторов? Ну, если говорить, что мы прописали программу минимум, программу максимум, то, что сказал Андрей, сформулировать об этом концепте с какими-то первыми драфтами бизнес-моделей, я думаю, это такие вопросы. Программа минимум – проговорить эту идею с комьюнити, и вообще понять, насколько она проговорилась, она, по-перше, и, по-друге, какие-то слабкие сильные стороны. Скажемо, то, что я спілкуюсь с моими коллегами из компании-партнеров, это компании Украины, то им нужен такой инструмент, и, используя какие-то стандартные решения от SIP, от Microsoft. Они считают, что эти решения достаточно короткие, и изменять… Customizing коштует очень много. Они хотели бы немного простить, и получать более flexible инструмент. Кто вам нужен? Нам потребны только еще девелоперы, которые мы можем… Любые. Потому что информация, как это все делается, опис инструментов, я это все знаю, но не нужно это кому-то пояснить. Окей. Все. Спасибо. Так. Кто следующая команда? Раз. Добрый день. Меня зовут Марина. Что я предлагаю? Я предлагаю некий симбиоз импакт инвестиций, внутренних инвестиций, блокчейна и социальной… Что такое импакт инвестиций? Это социальные инвестиции, которые, по сути, предполагают, что теперь основной целью являются не только деньги, но и какие-то социальные цели, создание каких-то, скажем, ну не создание, а реализация или удовлетворение социальных потребностей. Плюс к этому внутренние инвестиции. То есть у нас в Украине не создан инструмент внутренних инвестиций. Государство постоянно подсчитывает, сколько на руках у людей денег, но, тем не менее, создает инструменты внутренних инвестиций, которые бы позволили не заключать кредиты международных валютных фондов. Но что делать нам, скажем так? Мы ждем все внутренних инвесторов, а почему мы не можем быть инвесторами? Например, у меня там есть 100 баксов, я хочу вложить их все там, все самое лучшее, что у нас есть в Украине, да, например, в нашей IT, в нашей мозге. Но инструмента нет. То есть крауд инвестиций? Или просто на 100 баксов на одну? Нет, ну слушайте дальше, прошу буквально пару минут. Название? Ну, спильм. Спильм. На русский? На украинский? Украинский. Украинский, да. Что касается социальных сетей, это все очень интересно, интересный инструмент, но он как бы, ну, бесплодный, скажем, да. Люди просто общаются, но нет совместного действия. Я предлагаю его использовать для совместного действия, совместного внутреннего инвестирования. Что еще такого хочу сказать? То есть вот это инструмент внутренних инвестиций, его должны быть характеристики какие? То есть он должен быть доступен для каждого, он должен быть прозрачен, он должен быть легок в управлении. То есть каждый инвестор, он принимает участие в управлении этим инструментом. Юридическая база создана. Под этот инструмент необходимы IT-специалисты, которые могут разработать такую платформу, которая, в принципе, будет прозрачна. Каждый участник будет видеть все финансовые транзакции, которые происходили. И первым проектом, который я предлагаю, то есть куда употребить первый такой финансовый инструмент, это на сохранение и виновление памяток культурной спадщины города Киева. Не знаю, знаете ли вы или нет, смотрите его по сторонам города Киева, Киева в каком состоянии, можете пойти на улицу Большая Житомирская 32, если знаете, там есть такой дом со змеями. Он сейчас разрушается. Даже государство вряд ли будет принимать вообще какие-то шаги по сохранению наших этих вот объектов культурной спадщины. Но я считаю, что мы должны сохранить это для будущих поколений, скажем так. Как сам будет инструмент ваш выведить? То есть это уже первый клиент, скажем так, инструмент, вы уже озвучили. Да, то есть смотрите, создается платформа, где каждый человек зарегистрируется, он получает, скажем так, свой кабинет, да, он, участник будет видеть все операции, которые, будет доступ к финансовым операциям, он будет видеть, например, проект, который архитектурным будет заказываться, ну вот все, да, финансовые инструменты, будут видеть там шиты управляющих, то есть там главы управления, то есть те, кто управляет этим инструментом, будут приносить свои приложения. Также в онлайн-режиме будет идти управление общим собранием, принятие определенных решений, которые по законодательству должны приниматься в общем собрании. То есть это портал будет? Ну, скажем так, портал, социальная сеть, что-то вот в этом роде. Окей. То есть это будет совместно, то есть совместно купить дом, совместно его зареставрировать и потом совместно управлять, то есть получать прибыль от сдачи в аренду, например. Это коммерческий проект или все же он более социальный? А это называется импакт инвестирования, то есть здесь несколько целей. Здесь прибыль не является целью, здесь не будут какие-то миллионные прибыли. Да, прибыль будет, люди будут собственниками этого дома, они будут получать прибыль от управления этой недвижимостью. Но здесь будет решаться глобальная, скажем, цель, мы сохраним то, что должны, по сути, сохранить для наступных поколений. Нужны эти специалисты, потому что я финансист, экономист. О, смотри, видите, финансист экономист. Может кому-то надо будет. Юридическая база под это сделана. Это не ИСИ, это не боевые фронты, не акционерное общество. То есть это все очень просто, элементарно и, скажем, интересно управление. Отлично. Так, значит, я пишу вам модель. Модель, да? То есть модель вы... Завтра вы четко, чтобы модель была понятна. Это заработок или это социально, или где заработок. Ну, все вместе, чтобы это было всем понятно. Хорошо? Как минимум у вас такая модель. Если даже не найдете программиста. Все, догадались. Так, вы идете. Сколько у нас еще команд изменить? Сейчас быстро. Кто еще будет? А, есть. Следующий, пойдем. Потом будет весь вариант. Добрый день. У нас проект... Как зовут? Называется Public Money Film. Меня зовут Иван. Юрий Александров. Это еще одна платформа для собирания средств, что-то типа crowdfunding, но с целью инвестирования. Она походит на стартап Baby Startup. Идея в том, что человек ищет интересную для него идею. Он может получить процент долю за какие-то вложения. И дальше он может получить долю за свой труд. То есть человек и часы, и активное участие в проекте конкретируется в долю в стартапе. Это перспективно для студентов, ну для людей, которые знают, как сделать, но не имеют средств. Ну и кроме того, дальше эта идея может развиваться в платформу для торговли уже акциями компаний. То есть эта платформа может развиться в фонд, на котором уже рыночным способом будет оцениваться какая-то компания. Что сделает из-за этого? Наша цель – модель. Кто нужен нам? А нам нужен бизнес-аналитик и еще программисты. То есть вы, кстати, первое хотите проверить бизнес-модель, рабочая-нерабочая, да? Да. Вот. Ну Марина, я думаю, может вас проконсультировать, потому что не хюрба, да, но похоже очень готова. И в идеале мы сделаем еще, может быть, какой-нибудь такой мультик или прототип, чтобы было понятно. Ну это все должны сделать, хотя бы какую-то маленькую презентацию или на руках показывать, но чтобы было понятно. То есть продолжаем всех людей, которых это, может быть, заинтересует, поговорим с командой Baby Startup, может быть, думаем об одном и том же, за пять минут не скажешь, что мы хотим, а в Синрофе называется «Батька» легче будет. Я думаю, да. То есть платформу IPO будущего украинского, да? Да. Микро IPO. Так. Вдруг это будет знаменательным. Спасибо, удачи вам желаю. Так, кто нас еще остался? Тут еще много людей, которые не выходили. Что мы реализуем? Или вы подтянетесь другим командам? Мы с Богданом будем реализовывать концепт дизентрализованной социальной сети. Немножко подоплеки. Ну я думаю, все из вас пользуются социальными сетями, так или иначе. И рано или поздно сталкиваетесь с проблемой приватности ваших данных. То есть Facebook, например, владеет всем. Ну с этим еще ладно, как-то помиримся. Но когда LinkedIn требует деньги за то, чтобы мы получили наши же данные, которые туда загрузили, по 70 долларов в месяц, то это какой-то бред. Тем более, как заметил Андрей вчера, с тех пор, как он зарегистрировался, лет 7 прошло, наверное. Я посмотрел сегодня, я там с 2004 года. 12 лет. LinkedIn сильно не поменялся. Поменялся. Хуже. То есть и контроль над вашими данными все больше и больше уходит из ваших рук. Соответственно, если даже взять еще медицинскую власть, где приватность вообще супер важна. Есть такой стандарт HIPPO, который регулирует то, как медицинские организации должны обращаться с данными. Он там дико дорогой для имплементации предприятиями. Если перенести, опять же, управление данными на сторону клиента, то есть медицинские данные хранятся у того человека, который, собственно, болеет этими данными, болезнью, то можно сэкономить огромное количество средств для всей индустрии. Собственно, суть децентрализованной сети в том, что вы храните ваши данные и сами решаете, где они будут храниться еще, у каких друзей, то есть только на этих устройствах. В идеале это должно работать без сервера. То есть, например, где-то кто-то хранит их в открытом виде. Выходите на свой компьютере, расширивайте друзьям. Друзья друзей могут достучаться к этим данным, опять же, через друзей и так далее. И должна быть общая платформа, на которой можно построить децентрализованный Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, все что угодно, на медицинское приложение. То есть, сейчас в мире порядка 60 проектов с децентрализованными сетями, но они в основном пытаются залезть сразу в какую-то отрасль и, соответственно, этот код нельзя реюзать. Это очень неудобно. То есть, нельзя взять одну платформу, поставить в ней другую. Все пытаются либо сразу валюту засунуть, либо что-то еще. Нам бы хотелось спроектировать платформу, которая, в принципе уже описаны, есть требования, платформа, которая скажет, «Окей». Мы начинаем на уровне данных. Вот есть друзья, данные распределяются вот так, какие-то протоколы используются, желчейн для вот этого нужно, identity здесь. Поверх этого хотите добавляйте валюту, есть слой валюты. Хотите добавляйте такое-то управление данным, контент такого-то, типа такого-то, но на базовом уровне, по сути, должна быть контент-агностик. Так, то есть вы гитхаб сейчас вываливаете в концу следующего дня. И люди могут, ну, уже готовые какое-то. Нет, мы приложим. Мы спроектируем, ну, как? Протоколы. Протоколы. Которые используются и, ну, рациональное использование, вот этот же, такой слоёный пирог с технологией. Как там протокол? Будем работать с Андреем. Называется будет «Анти-бук», да? Цифры «Гидра» давай. «Гидра», да. «Гидра», он слабо держится, да? Правильно? Может лучше «Выдра»? «Гидра» уже была. Конечно. А можно вопрос спросить, пожалуйста, а где «Финтек»? «Финтек» дома. Так, а счёт на «Финтек» какатон «Финтек» не принёс? Не, хорошо, ну, я «Финтек». Они на базе блокчейна будут сразу лепить это. Здесь будут и деньги, и всё что угодно, но это просто будет слой. Мы не начинаем с уровня денег, а начинаем с уровня, ну, децентрализованного приложения. Они от «Финтека» просто устали. У них на целый год мероприятия расписано. Все остальные про деньги, они просто, наоборот, инверсия. Окей. Теперь кто нужен? Все, кому это интересно, просто подходите, будем, ну, брейнштормить. То есть, мы ничего сейчас не разработаем. Я в чём жюри. Это, как бы, вечно забавно. Но я не буду судить этот проект, естественно, да. Спасибо. Может, Патрула их. Так, кто ещё? О! Забыл сказать. Антон, начало таких спейса первого в Украине, который открыли. Это человек незаименимый просто и честный. Я так привык к нему, что даже вот взял сегодня не представил. Вся техническая честь. Плюс у него сейчас стартап на выгоде, не в зоне финансов, но принесёт финансы и ему, и многим людям. В общем, и тут он решил вот тоже свой проект озвучить. Да. У меня такой мега крутий финансово тролльный проект. Кто не захочет кодить, або не зможе, и мает какие-то деньги, может приносить деньги мне. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, я на цей дорожке куплю щось поїсти, буду поїсти, бити, нічого не робить. И можем быть потребна и больше. И потім еще три месяца, мы можем... АПЛОДИСМЕНТЫ Все то, как протусим три месяца у них, мы потом поедем за Бугор, кататься Бугором в США, короче, на то есть. Я думаю, на той час мы найдем особи инвестори, поднимем раундапа ролями. А в команду еще берете? Я беру всех, у кого есть деньги. И в команду за деньги, да? В команду близко что, но, ну, это, как бы, биткоин. Краще биткоином. Биткоином, я думаю, десь от 20 тысяч биткоина. А за регистрирую несколько аккаунтов по 5 биткоина прическу? Нет, я, кто там бота писал, будь ласка, до меня подойдите, мы сделаем такую штучку, яка будет рягаться у них, и по 5-10. 20 тысяч трассе и половину, я думаю, мы нормально сделаем. А как этот демо-проект будет называться? Гидро-Пау. Сколько стоит? А назву я презентую в конце хакатона. Это будет результат, это будет наша назва. Так, супер. В этот проект я тоже автоматически включаюсь. А кто еще остался свободный, не прилетнул никаким командам? Есть какая-то? Есть какая-то информация на три хвилини, а полно пише 7-7 годов. Всех привет! Слава Украине! Я Удрій Басилешин, дизайнер проектом Global Digital Live. Я хочу представить проекти под названием Global Sense. На рівні відчуття, саме це те, що мені цікаво в інших, щоб залишилось після презентації мого проекта. Хочу озвучити программу «Мінімум», хто мені потрібен в команду. Big Data спеціалісти, спеціалісти з научної архітектури, блокчейн-инженери і гейм-программери. Але це всього лише той каркас, який я вже маю в якості менторів, я буду з ними консультуватися. І це программа там «Мінімум», яку я для себе використую. Програма «Максимум», якщо вдасться залучити увагою програмістів всіх інших, це написати додаток Digital Sense. Наприклад, телефону, коли він буде включатися, і людина, яка хоче і має бажання, кажучи «так», вже маючи цей додаток, отримує можливість пройти коротку гру, яка його звучає до зворотнього. До чого? До шляху капіталізації своїх пасивів. Пасивом може бути вільний час, пасивом може бути фінанси, пасивом може бути будь-що. Де тут «Фінтек»? І справді «Фінтек» в тому, що із заявлених шести замовлень на цьому хакатоні, я для себе вибрав найближчий – це бік дейта в області «Фінтек». Тобто це новий вид скорингу на соціальну активність. Для чого мені потрібні спеціалісти по блокчейну? На платформі блокчейн з можливістю фрагментарного флантового включення можливі всі процеси нелогічно включити одночасно, дуже швидко. Для чого мені потрібна бік дейта? Бік дейта буде обробляти 7 мільярдів людей, і ті запити, варіантів, які вони будуть пропонувати, опрацюють тільки бік дейта. Для чого мені найнужніша звірка з спеціалістами по штучному інтелекту, це те, що я називаю. Бо штучний інтелект є гарантом того середовища, яке буде створено від штучного інтелекту, від можливостей соціальних мереж і фінтек-мереж. Те середовище повинно бути обслуговане компетенцією, незалежною від людського фактору. І цей людський фактор буде теж можливо обміняти в якраз в тому середовищі, і ми можемо почати це з додатку на телефоні, або, як я встроюв таку карточку, яка має можливість сенсорного включення, прийти тест і включити себе в процес за ці дні прототип, так? Програма «Мінімум» – звірка, а програма «Максимум» – так, вже цей прототип зрубити дівчинку, тобто прописати його на рівні задержавства для прототип. Це можливо, це факт. Тобто всі дані… Це дуже просто насправді. Якщо записати ті дані, які є, які існують, не говорити, не молитись біля них, а працювати з ними – це можливе. Це вже робиться. Моя задача, моє мріння – щоб цей процес включити в Україні. Дякую. Дякую. Можете, Даня, розуміться, як зв'язана ігра і переглядання? Дякую. Це вже ви почнете, можете допомогати другу команду. Ви розуміли? Презентанція була? Все. Так, хто осталось, подійте руки сам по себе. Нигде? Нигде, ні в якій команде не участвують? Все прям участвують. Я вижу, хто не участвують. А ты нашел себе якісь кому прильнути? Я прильнув. Окей. Или є свій проєкт? Я прильнув. Хорошо. Ну що? Щас проверим там на кухні, хто уже, по-моему, там може даже обедать. Да, це за речі моя команда. Не. Можна, але поки не потрібно. Щас давайте. Возьмем себе рабочі места, т.е. здесь є столи, потрібно в количестві. Переставим вже в удобну фазу для роботи продуктивной, рейнстормів і т.д. Достаточно багато місця у компанії Майкрософт, яка виготовилася, щоб сесть і не мешати друг другу. А правила цього міста – сюди діду і напитки цветні не заносити. А вода тут є на території там. Кофе там. Що ще? Туалети все нашли? А хто ходиш там? Или в девочек спросить? Ну що, я всім желаю удачі. Розетки в полу, розетки в стенах. Т.е. це поміщення приготовлено для всяких мероприятий. Вайфай Майкрософт ОПЕН. Он быстрый, но с большой проверкой. Тут, наверное, фаервол і все інше, т.е. запроси такі длинні. Але не переживайте, він всіх видержит. Що ще? Какі вопросы? Поспати. Поспати. Можна буде, в смыслі не поспати, а остатся, работать ночі. В тому сні работать. Будуть… Где-то тут є беки мягкі, коли встанете сидеть на цих мягких стульях, можна пересватися все мягких детства. Всем активне участие. Помогаємо друг другу. Т.е. главное – выиграти у себя. Создати щось, зробити руками, головою. І взагалі. І взагалі. Танислав, а такі контрольні точки будуть? Контрольні точки. Вечером буде більше менторів. Я скучаю їх. І завтра с утра буде. Тому, коли буде срез по менторів, т.е. давайте завтра в 11.12. Опять утро, да? Ви мене опять будете не любить. Давайте в 12.00 делаем коммуната буде. Краткі спичи. Що вже зробили? І вас здається 3-4 часа, щоб перенаправити вектор в іншу сторону і підкорректируювати його. Завтра в 12.00 делаем срез. Все? Let's go! АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ще хто нас... Це вже не вам. Хто нас смотрит, то звали. Давайте я вам даю 17 минут. Якщо якась команда не змогла приїхати в город Київ или вибратися з вдома. Я думаю, мені видно, да? 15 минут, щоб заїхати свою визію на фейсбукному кинті, її на Сокополновському мероприятию чи на Сокополновському мероприятию или на Сокополновському. Ми зараз проверимо, може у нас появляться команди, які хочуть поработати вдома і приїхати, наприклад, в воскресенье. Либо, якщо хтось готов допомогати командам, я зараз фотографії виложу. Тобто можете подключаться. Я повешив свій телефон. Можете мене звонити, говорити, в якій команді хочете дистанційно работать. І ви зможете у нас подготовиться. Спасибо. Спасибо. Щоб висіли в інкубатор на шерта. Скільки, скільки треба? 19.91. Браховується від страха інкубатора і в Майкрософта. Я баракую. Тьомко. 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 Скільки ви з нами? Ми запишемо завтра 5.